Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Рад вас видеть заученно-дистанционно на нашем онлайн-марафоне «Первые шаги в инвестировании», который будет длиться 7 дней. Идти все будет в открытом доступе. И надеюсь, что вы будете вместе с нами работать и принимать участие не только пассивно, но выполняя задания. Итак, давайте я расскажу сначала о том, как мы с вами будем работать. Но прежде чем начнем, предупреждение о рисках. Вы с этим будете сталкиваться всегда на всех этапах, когда будете открывать брокерские счета, что-то покупать, какие-то активы, где-то еще. Вас постоянно будут просить подписывать декларацию о рисках. Но может быть иногда вы не обращаете на это внимание, но я сразу с этого начну. Инвестиции – это всегда риск и связанный с потерей денег. То есть, когда вы куда-то деньги вкладываете, вы можете их потерять. И на фондовом рынке, и вообще в мире инвестирования принято об этом заранее предупреждать. Поэтому я сразу с этого начну, что данные видео, серия видео – это не индивидуальная инвестиционная рекомендация каждому из вас, а всего лишь некий обучающий материал. И с учетом вашего опыта, то есть именно под вашу ситуацию, вполне вероятно, что надо будет формировать портфель несколько иначе. Мы же с вами будем именно отрабатывать на учебных заданиях некие учебные действия. У нас не будет цели сразу же за эту неделю заработать огромные деньги или что-то подобное сделать. Это все-таки первые шаги. Какой план работы у нас на сегодня? План действий. Мы обсудим с вами формат работы, как будем работать. Мы поговорим про инфляцию, как сгорают наши деньги. Про валютную диверсификацию, доллары и рубль, кто кого. Мы обсудим с вами некоторые правила финансовой грамотности. И не просто обсудим, а начнем их внедрять. Сначала заплати себе и учет денег. Поговорим кое-что про брокеров, биржу, брокерский счет. Про облигации. Сегодня у нас будет тема, посвященная облигации, довольно большая. И я вам покажу, как с этим инструментом можно работать. На что можно рассчитывать и как можно, например, получать на этом доходность. Ну, хотя бы в два раза больше, чем вклады по банковским депозитам. Потом я дам вам дополнительные материалы для просмотра и задания, которые необходимо будет выполнять. Давайте пойдем последовательно. Формат работы. Эта программа, сразу предупреждаю, это программа для начинающих. Потому что в предварительных заданиях я уже видел некоторые подобные комментарии. Так, а будет ли стратегия торговли опционами с доходностью не меньше 40% в месяц или годовых, при хорошем сценарии вопроса. Нет, это все-таки базовая программа для начинающих. Она так и называется. Первые шаги в инвестировании. Поэтому мы будем осваивать базу. Если вы продвинутый инвестор, то, возможно, вы почерпнете, будете уже шлифовать какие-то моменты и находить тонкости, которые ранее не замечали. Надеюсь, для вас это тоже будет полезно. Каждый день я буду давать вам задания. То есть, вся суть обучения не столько в теории, хотя, ну, естественно, будет теория. И я буду вам давать и во время вот основных модулей теорию какую-то и дополнительные материалы. Но основное это ваше действие. То есть, когда вы будете делать конкретные шаги и немножко шаг за шагом менять свою финансовую жизнь. К лучшему ставить ее на правильные рельсы. Каждый день надо будет писать отчет по заданиям. То есть, под видео. Вот сегодня первый день. А завтра, к моменту, когда выйдет наше следующее видео, они будут стандартно по расписанию выходить в 18 часов по Москве. У вас, ну, соответственно, вы будете смотреть их в записи там в разное время. Но перед просмотром следующего видео обязательно пишем отчет о том, как вы сделали задание предыдущего дня. Что у вас получилось, не получилось. То есть, читаем. Обязательно читайте, как другие люди выполняют задания. Смотрите, что у них получается, чтобы учиться не только на собственном опыте, а и на опыте многих других людей. И изучайте дополнительные материалы, которые я буду вам давать в виде ссылок под данным видео. Итак, что еще важного? Вы можете принимать участие в платном или бесплатном формате. То есть, программа условно-бесплатная. То есть, она будет доступна, совершенно открыта на YouTube-канале. Базовая ее часть для всех желающих. И вы сами выбираете, как в ней принимать участие. Либо платно, либо если вы считаете, что оно того не стоит, либо совсем сложная финансовая ситуация, вы можете принять участие бесплатно. В любом случае, рекомендую пройти. Если вы готовы оплатить ее, то ниже под видео ссылка, где можно пройти и зарегистрироваться. И для платных участников будет ряд, естественно, бонусов. Будет закрытый чат, где можно общаться друг с другом, делиться опытом, вопросами и так далее. Будет специальный закрытый вебинар от меня в конце нашего курса с ответами на вопросы, именно платных участников. Будет дополнительный модуль закрытый, куда инвестировать в 2021 году. Где я расскажу свой взгляд на то, что происходит по разным инвестиционным направлениям. И где, как вижу, какие перспективы. И сразу после оплаты вы еще и получите дополнительный курс в виде аудио и видео уроков. Он называется «Система. Взрывная программа достижения результата в жизни, карьере и бизнесе». Состоящая из 10 блоков, вернее 5 блоков, там по 2 модуля в каждом. Деньги, время, мотивация, энергия, люди и лидерство. Сможете это изучить. Поэтому сами выбирайте. И знайте, был такой интересный комментарий. В чем подвох? Ведь можно же пройти бесплатно. Зачем я буду платить? Но очень многие люди приняли решение платить в виде некоторой. Кто-то благодарности, кто-то, чтобы себя дисциплинировать, что если не заплачу, то буду халтурить. Кто-то просто считает, что за все надо платить. Разные могут быть причины. Быть причины выбирайте сами, как вам комфортно. В любом случае, мне хочется, чтобы как можно больше людей прошли данную программу и повысили свой уровень финансовой грамотности и своего финансового благосостояния. Я думаю, что эта программа себе в этом вам поможет. Итак, давайте начнем уже с первой тематики. Перейдем к делу. То есть у нас каждый день будет несколько направлений. Мы будем говорить кое-что по финансовой грамотности и внедрять эти инструменты в свою жизнь и планирование. Мы будем говорить в общем о неких стратегиях на финансовых рынках. И мы будем говорить о конкретных инструментах. Давайте начнем с финансовой грамотности, с базы совсем таких основ, которые для многих уже очевидны. Но очень многие люди этого не делают. Один из основополагающих принципов финансового успеха сначала заплати себе. В чем он заключается? Что как только нам приходит какая-то сумма денег, то мы сразу же часть этой суммы откладываем на свое финансовое будущее. Откладываем на инвестиции, на то, чтобы эти деньги работали на нас и приумножались. Либо росла капитализация, либо они давали нам пассивный доход. Почему сначала заплати себе? В чем тут идея? Большинство людей, они живут как? Вот пришла ко мне какая-то сумма. Зарплата, премия, доходы от бизнеса, что-то еще. Я все, что мне нужно, куплю, оплачу там квартплату, ЖКХ, транспорт, сотовую связь, расходы на автомобиль, подарки, еду, одежду и так далее, развлечения. А потом, что останется? Вот эти деньги я, может быть, куда-то проинвестирую. Как вы думаете, что происходит? Ну, очевидно, наверное, что у большинства людей ничего не остается к концу месяца. А то они еще и залазят в минус. Они берут кредит на то, чтобы дожить до конца, до зарплаты. И вот так вот у них из месяца в месяц живут от зарплаты до аванса, кое-как перебиваясь. Почему так происходит? Потому что если мы сначала тратим на все как бы необходимое, то всегда будут находиться что-то, на что срочно нужны деньги. Всегда. А еще нужно это, это, это. А как же я откажусь? Ведь это же надо, это надо, это надо. И у вас постоянно не будет денег. Всегда такое будет. И наоборот. Если вы могли прожить, например, на 50 тысяч рублей, то вы сможете прожить и на 90% от этой суммы. Без существенного ущерба для качества вашей жизни. То есть на 45. Если вы могли прожить на 100, проживете на 90. Если могли на 30, проживете на 27. То есть качество жизни существенно от этого не поменяется. Но вы начнете постоянно стабильно работать над созданием своего финансового благосостояния. Поначалу это будут мелкие суммы. Но ни в коем случае нельзя забывать про магию сложного процента, который мы с вами еще будем изучать. Что мелкие суммы, которые постоянно мы вкладываем, постоянно заставляем работать на нас, они как снежный ком растут все быстрее и быстрее. Поэтому мы сразу же теперь вот с этого момента внедряем такое правило. Если вы пока еще этого не делаете, это будет вот первое задание для вас. С каждого поступления, которое к вам приходит, откладываем 10% пока мы начнем с брокерского счета. Как такой базовый инструмент, через который мы можем далее инвестировать. Я в предварительном задании давал вам уже такое стартовое подготовительное задание «Открыть брокерский счет». Если вы еще этого не сделали, то это стоит сделать как можно скорее. В рамках нашего обучения удобнее всего будет это реализовывать на базе брокера Тинькофф. Хотя можно и на других, но у Тинькофф для начинающих инвесторов наиболее развитый уровень сервиса, инфраструктуры, информации. И я буду показывать в основном на нем материалы. Поэтому ссылку я дам вам ниже под видео, как пройти, зарегистрироваться. Там это не сложно, все интуитивно понятно. Если не понятно, на ютубе есть масса уроков, как это сделать. Итак, с каждого поступления, с этого момента, любое, вам дали какую-то премию, что-то еще. Тут же взяли и перечислили минимум 10% этой суммы на свой брокерский счет, на котором будет накапливаться капитал, работающий на ваше будущее, на инвестиции. Это первое правило. Минимум 10%, можно больше, можно 20, 30, кто-то 50, а то есть 70% откладывает. Тут уж выбирайте сами, но не менее 10%. Второе правило, второй принцип, который мы с вами начнем сегодня внедрять. Деньги любят счет. Если вы не ведете тщательный учет ваших финансов, они обязательно будут испаряться. Вот вспомните такую ситуацию, что вы вроде бы получили заметную сумму денег. Ну, например, вам пришла зарплата, плюс премия, плюс какая-нибудь подработка, и на вас свалилась большая по вашим меркам сумма. И проходит буквально несколько дней, может быть, неделя, две, и хопа, куча денег куда-то испарилась. И самое главное, вы пытаетесь вспомнить, а на что же потратили эти деньги, и не можете вспомнить. То есть, на самом деле, существенную часть этих денег мы просто протаранжирили. Раз мы даже не можем вспомнить, куда их потратили, эти траты, скорее всего, были не особо-то важны для нас. Пока мы не ведем учет, мы не контролируем наши деньги. А все, что мы не контролируем, мы не можем эффективно этим управлять. Поэтому наша задача с вами – начать вести тщательный учет наших финансов. Я понимаю, многие из вас уже продвинуты в этом плане, и вы ведете учет. Если это так, напишите, как вы ведете. Ведете ли вы это в Excel, в таблицах, ведете ли с помощью специальных программ. Есть масса хороших программ, например, «Деньги.Ок», «Коинкипер», другие программы. Здесь выберите то, что вам больше понравится. И если вы уже чем-то пользуетесь, какой-то программой, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какой программой учета финансов вы пользуетесь и насколько ей довольны. Ваше задание будет в рамках нашего тренинга сейчас, задание номер два, подобрать себе какую-то программу для учета своих финансов и в рамках семи дней нашей плотной работы записывать каждую транзакцию. Каждую. Любой приход и расход денег мы записываем. Может быть, вы будете это делать в рамках какого-то приложения. У некоторых банков есть сразу такие сервисы. Может быть, вы отдельно это будете делать. Может быть, вы синхронизируете интернет-банк с каким-то приложением. Выбирайте сами. Ваша задача – выбрать какую-то программу учета и начать вести тщательный учет всех ваших доходов и расходов. Потом, как только у вас накопится статистика хотя бы за месяц, лучше два-три месяца, обязательно надо будет провести анализ этой статистики. И вы будете очень удивлены в большинстве случаев, если до этого не вели тщательный учет. Окажется, что вы тратите огромное количество денег или существенное количество денег на какие-то вещи, где даже не подозревали. Вы думали, например, что «да что я там на кафешке? Да я немного трачу». А потом смотрите, хопа, а за месяц набегает очень солидная сумма. Или на кофе, или на сигареты, или алкоголь, или на развлечения, или на что-то еще. Когда у вас есть эта подробная статистика, вы уже осознанно относитесь к деньгам и тратам. Вы можете посмотреть на это и принять решение уже «Так, в следующем месяце я ограничиваю бюджетно вот это». И покупаю только, допустим, на 70% от той суммы, которая была в прошлом месяце. Итак, задание номер два. Подбираем себе программу учета. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы выбрали, насколько довольны. И запускаем, повторюсь, каждую транзакцию. Для кого-то это будет поначалу очень тяжело. Скучно, нудно и так далее. Но это всего лишь дело привычки. И в рамках данной программы сделайте это. Я предлагаю вам через неделю, когда мы завершим, вы примите решение. Вы, возможно, скажете, «Так, вот это не мое, этот инструмент мне не нужен. Вот это то, что мне надо, это я буду использовать, а это нет». Но пока мы работаем, сделайте это. Сделайте этот шаг, а потом уже будете решать, нужно вам это или нет. Теперь давайте поговорим о том, что не позволяет нам обеспечить себе финансовое благополучие. Есть несколько очень важных факторов, о которых мы должны, которые мы должны понимать. Первое – это инфляция. Здесь приведен график за 20 лет инфляции в России. Как вы видите, она, с одной стороны, постепенно снижалась в последнее время. Правда, вот 19-20 год, она увеличилась. Но в целом инфляция в России составляла за последние 20 лет около 10% примерно. Ну, даже за 15 лет. Вот там 2000-2001 год, довольно высокие цифры были. Но в среднем около 10%. Это значит, что 100 рублей, которые у нас были сегодня, через год на них можно купить, как сегодня на 90 примерно. Сейчас чуть ниже у нас официальная инфляция, которую заявляет Росстат, порядка 5%. Но Росстату этой инфляции надо верить очень опосредованно. То есть не надо думать, что цены, что эта цифра отражает рост цен в магазинах. Нет. Как правило, рост цен в магазинах в 2-3 раза больше, чем инфляция. Почему? Потому что Росстат хитро считает инфляцию. Вы должны это понимать. Он считает инфляцию очень своеобразно, постоянно меняет методику подсчета инфляции, когда цифры не нравятся правительству. И они считают массу, например, промышленных товаров, стоимость тяжелого оборудования, в тяжелой промышленности, стоимость разных комплектующих, сырья и так далее. И делают некий усредненный параметр. Но для большинства людей это все не имеет никакого значения. Для них важна стоимость товаров повседневного спроса. Товары в магазинах, которые они покупают. И вот они, как правило, в 2-3 раза выше инфляции. Даже вот вспомните этот вопрос к вам. На ваш взгляд, за 20-й год, вот по текущий момент, насколько выросли цены? Насколько в процентах цены в магазинах примерно по вашим ощущениям выросли? Вот давайте напишите в чате, в комментариях под видео. Будет интересно посмотреть, вот как по вашему восприятию, что реально происходило. А может быть, даже вы точно это засекали. Например, какие-то товары отмечали себе, сколько они стоили тогда, сколько сейчас. И сравним, насколько эта цифра соотносится с 5%, которые нам заявлял Росстат. Но что для нас важно? Как для людей, которые заботятся о своем финансовом благополучии. Если мы откладываем деньги и просто храним их под подушкой, то они сгорают. Сгорают весьма быстро. Тут встает вопрос, а зачем вообще нужна инфляция? Почему? Почему печатают деньги? Почему бы не остановиться? Но тут хитрость в следующем, что государство использует инфляцию как меру развития экономики. То есть они печатают деньги. Чем дешевле деньги, тем проще бизнесу взять кредиты на развитие. На то, чтобы, допустим, купить новое оборудование, построить новые здания и так далее. То есть тем проще развиваться производству, складам и так далее. То есть в целом бизнесу, предприятия. И таким образом идет развитие экономики. Но с другой стороны, инфляция, она бьет по людям. То есть она бьет по тем людям, кто особенно не занимается инвестициями, не работает с антиинфляционными инструментами. Мы об этом с вами будем говорить в следующих днях. Она по ним сильно бьет. Почему? Да потому что их накопления сгорают. Государство не очень-то заинтересовано в том, чтобы у людей на руках были деньги. Ну, вернее как. Оно должно быть в этом заинтересовано. По идее. Поскольку государство, как бы это, люди собрались и объединились в государство для того, чтобы им вместе жилось лучше. Но реально происходит не совсем так. Так вот, если мы просто держим деньги, они сгорают. Это надо понимать. Причем они сгорают и на депозитах тоже. То есть если мы держим деньги на банковских депозитах, то, ну вот даже давайте возьмем официальную цифру Росстата 5%. Зайдите на сайты банков. Сколько вам сейчас предложат ставку по депозитам? Мы, кстати, сегодня с вами это посмотрим. И сравним, например, облигации, что предлагает и банковский депозит. И вы будете приятно удивлены. Я надеюсь, что, ну если, конечно, вы еще не изучали детально этот аспект, вы увидите много интересных возможностей. Как рублевых, так и валютных, к слову. И банковский депозит Сбер, допустим, Сбербанк даст 3,5%. А в других банках может быть чуть-чуть больше, на уровне 4%. То есть ставки по банковским депозитам, они ниже, чем инфляция. И хранить деньги на депозитах, к сожалению, это не спасает от сгорания денег. Это вы должны понимать. Для сравнения, инфляция в США составляет, инфляция доллара составляет около 2-3%. То есть доллар тоже обладает инфляцией. Опять же, для той же цели развитие экономики считается в развитых странах, что инфляция на уровне 2-3% это нормально и хорошо. Это тот, та цель, тот таргет, на который ориентируются центральные банки, Федеральная резервная система США. Что они говорят? Наша цель инфляции на уровне 2%. Выше уже плохо. То есть выше считается, что уже начинают слишком быстро обесцениваться деньги, начинаются волнения у людей, а 2% как бы ничего не замечают. Но при этом для экономики, для бизнеса это заметная поддержка. Так. Центральный банк управляет инфляцией. Одна из главных задач центрального банка это управление инфляцией. Это прописано прямо в законе о Центральном банке, например, Российской Федерации. Как управляет Центральный банк инфляцией? Он меняет ключевую ставку. Он либо ее поднимает, либо снижает. Ключевая ставка это ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки. А затем уже коммерческие банки раздают собственно деньги и бизнесу, и населению. В виде кредитов. И соответственно, что происходит? Когда ключевая ставка Центрального банка повышается, деньги дорожают, деньги становятся дороже. Банки коммерческие вслед за этим, то есть для них деньги становятся дороже привлекать из Центрального банка. И они поднимают ставки по депозитам и поднимают ставки по кредитам тоже. И в этот момент люди и предприятия, поскольку кредиты стали дороже, начинают меньше брать в долг и больше сберегать, поскольку ставки по депозитам тоже растут. В итоге инфляция начинает снижаться. И наоборот, когда Центральный банк снижает ставку, вот сейчас у нас ключевая ставка находится на уровне 4-25%. Вот если ее сейчас не поменяли. Но скорее всего ее не поменяли, но я записываю данный блог как раз в момент, когда вот-вот должно пройти заседание Центрального банка и должны объявить новую ставку. Но в текущий момент она составляет 4,25%. Это самая низкая ставка за историю Российского Центрального банка. И эта ставка, скорее всего, вскоре начнет расти. Но пока она низкая, что происходит? Деньги дешевеют. Их становится проще взять в виде кредитов. Ставки по кредитам, по ипотекам более дешевые. И также у населения, у бизнеса нет смысла особо держать их на депозитах, поскольку ставки по депозитам очень дешевые. Денег становится в экономике больше. Они начинают быстрее обращаться. И, по идее, должно подхлёстываться развитие экономики, развитие предприятий. Но в то же время денег-то больше становится. А особенно на фоне коронапандемии, которая у нас была недавно, развитие экономики реально не происходит особо. В итоге начинает нарастать инфляция. Денег больше, благ больше не стало. И начинают в том числе расти цены в магазинах. Потому что инфляция – это рост цен. Вот как это работает. Как управляет центральный банк ключевыми ставками. Вот ставки по депозитам сейчас 3,5-4%. То есть надо понимать, что держа деньги на депозите, в рублях, по крайней мере, вы будете практически всегда в проигрыше. Просто потому, что они будут стремительно сгорать. Но это бы еще полбеды, если бы только инфляция по нам била. Но есть еще и второй фактор. Он еще более существенен и более болезненен и более замечаем российскими гражданами. Это девальвация рубля, обесценивание рубля по отношению к доллару, ну и к другим валютам, евро и так далее. Вот он график за последние 25 лет, как выглядел, как рос курс доллара. Когда-то он был на уровне 5-6 рублей. Кто-то, может быть, помнит этот период. Затем он был на уровне 26, 27, 30 рублей. Потом в какой-то момент он был на уровне 55-60. Сейчас приблизился к 74 рублям. Что это значит? Надо понимать, что обычно скачки происходили в периоды кризисов. Вот здесь вот был 2008 год, 1998 год, 2014 год, затем 2020, когда происходили резкие скачки. И так уж устроена экономика страны России, что она живет за счет регулярных кризисов. В России кризисы происходят с завидной регулярностью. Но это один, можно сказать, что в некоторой степени это один из способов легального отъема денег у населения. Что государство знает, когда что произойдет. Ну, не напрямую, но, по крайней мере, знает, когда поднимет курс и может на это повлиять. Центральный банк может на это повлиять. Люди не знают. И держат, те, кто продолжает держать деньги в рублях, у них просто бац, и в какой-то момент, например, 2014 год, у них по покупательной способности, поскольку очень многие товары в Россию завозятся из-за рубежа, либо их производство завязано на импортные комплектующие или импортное оборудование, то они завязаны на курс доллара. И как только доллар скаканул, тут же взлетели вверх цены. И если вы хранили накопление в рублях, то у вас ваше накопление очень стремительно таянно, гораздо быстрее, чем просто уровень инфляции бы съедал естественным путем. Поэтому, поэтому надо понимать, что регулярно, вот если мы смотрим на график, мы видим, что экономика России устроена пока, по крайней мере, при текущем управлении государством, так, что в ней регулярно обесценивается рубль. И если мы храним наши сбережения только в российской валюте, к сожалению, мы будем от этого постоянно страдать. Государство от этого выигрывает. Как выигрывает государство? Почему ему выгодно регулярно повышать курс валюты? Сейчас объясню. Государство зарабатывает, российское государство, сегодня в основном на экспорте разного рода сырья. Прежде всего, это нефть, газ, металлы различные. Ну, еще в некоторой степени, вот в последнее время, это экспорт сельхозпродукции, в том числе, тоже стал расти. Но, в первую очередь, это нефтегаз. И продается оно за рубеж, естественно, за валюту. То есть, государство зарабатывает в виде налогов с добывающих компаний, с экспортно-ориентированных. Оно зарабатывает в валюте. Ну, вернее, зарабатывает формально в рублях, но это все переводится в привязанное к валютной выручке компании. И, соответственно, чем выше курс доллара, тем больше государство заработает. А вот обязательство перед гражданами в виде пенсии, соцобеспечений, здравоохранения и так далее, оно в рублях. И, соответственно, курс скаканул. Допустим, курс был 50, а стал 70. Государство свои резервы, золото-валютные резервы, свои налоговые поступления выросли в государство. А обязательства перед, допустим, пенсионерами остались в рублях прежние. И государство легко исполнило эти обязательства. Вот так это сегодня, по крайней мере, устроено. Возможно, когда-то это поменяется. Но в эту сферу, что власть может когда-то там что-то поменяться, это что-то из области научной фантастики, наверное, в России. Поэтому мы даже не будем нырять в эту сложную тему. А лишь сейчас примем вот тот факт, что хранение денег только в рублях, это очень опасная позиция. И я это подвожу все к чему, что наша задача с вами будет создавать себе валютную диверсификацию. И задания по этой тематике будут для вас следующие. Вам необходимо те сбережения, которые у вас есть, постепенно перевести, диверсифицировать. Хотя бы частично. Я вам предлагаю сейчас сделать следующее. То есть взять какую-то небольшую сумму. Опять же, все учебные задания делаем на небольших суммах. Небольшие для вас. Я не знаю, что для вас немного, но то, чем вы готовы поэкспериментировать, мы вряд ли будем иметь какие-то существенные минусы, но это тоже возможно. Вдруг у нас через пару недель случится очередной кризис или через несколько дней. Может такое быть? Все может быть. Но в целом мы с вами не будем сильно рисковать. Более того, будем говорить о рисках. И задания у нас учебные. Но желательно на них выделить какую-то сумму, с которой вы будете работать и пробовать какие-то действия сделать. Так вот, возьмите часть этой суммы и хотя бы ее, пусть это будет 1000 рублей, 3000 рублей, но поменяйте ее на рубли, доллары и евро. Тут будет простая часть и более сложная. То есть простая, если вы на совсем базовом уровне, вы можете это сделать просто через свой интернет-банк. То есть открыть у себя в вашем интернет-банке счет в долларах и евро и перевести часть валюты в эти части суммы в доллары и евро. И пусть у вас уже будет сделан первый шаг. Для самых продвинутых я под видео дам ссылку на материал, как покупать доллары на бирже дешевле. Вы уже открыли брокерский счет, надеюсь. Если нет, сделайте это в ближайшее время. И теперь у вас есть еще один секрет. Вы сможете для себя открыть. Покупать валюту на бирже существенно выгоднее, чем напрямую через банк. Я не буду сейчас вот в рамках текущего видео это отдельно обсуждать, но отправлю вас в видео, в котором вы подробно изучите этот материал. И там я прям покажу, как это делать. То есть ваша задача будет тогда через брокерский счет купить валюту. И это будет заметно выгоднее и интереснее. При этом надо понимать, что валюта тоже, доллар и евро тоже могут обесцениваться относительно других валют. Вот здесь два графика, причем они длительные, они за 30 лет. График индекса доллара, DXY, вот сверху это индекс доллара. Он отражает курс доллара относительно шести основных валют. Основные валюты это фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, шведская крона, канадский доллар и... И что-то еще вылетело шестой из головы. Но, в общем, есть шестая позиция тоже. И индекс евро, он немножко по-другому считается, основываясь на других валютах. Но важно понимать, что вот есть основные валюты, относительно которых считаются вот эти вот индексы. То есть считается, насколько дороже или дешевле, допустим, доллар, смотря по верхнему графику, мы можем видеть, что доллар в последнее время за 2000 год, с апреля, как только Америка начала активно запускать финансовые стимулы поддержки экономики, то есть печатать деньги, вливать огромное количество денег в экономику, в поддержку бизнеса, чтобы платили зарплаты, чтобы не останавливали производство, чтобы могли рассчитываться по долгам. И это все привело к обесцениванию доллара. То есть доллар подешевел тоже относительно других валют. Однако это рублю не помогло. Рубль все равно обесценивался сильнее. Но зато вырос евро. Посмотрите, вот нижний график, вот это очень важно, я сейчас постараюсь вам показать это прям, выделить детальнее. Вот эти кусочки. Так, сейчас надо только сделать прозрачный. Вот этот кусочек. То есть курс, давайте я вам увеличу, вот так вот растяну, чтобы было более понятно. Курс за 2000 год. Видим, доллар падает, а евро наоборот дорожает. И почему я говорю, что диверсифицироваться? Почему не просто доллары? Да, вот по этой самой причине. Что когда, конечно, в идеале можно еще глубже диверсифицироваться, покупать швейцарский франк, японскую иену, китайский юань. Но, скажу честно, я до этого не дошел. Вот я выбрал для себя три валюты, мне пока хватает. Рубль, доллар, евро. И в рамках нашего курса, давайте остановимся пока на этом. Но, если вы захотите, никто не мешает вам сделать более глубокую диверсификацию, чтобы разбить на большее количество независимых валют. Итак, следующее задание для вас. Взять небольшую сумму и провести диверсификацию по валютам. И в целом, в целом, долгосрочно накопление, продумывать, а как я буду делать валютные накопления, чтобы не зависеть только от курса рубля, который, напомню, стабильно у нас рубль дешевеет. Облигации. Следующее, что мы поговорим, это уже конкретные, практические инструменты. Я вам покажу вскоре на базе брокера Тиньков, как реально это работает. Итак, что такое облигация? Это долговая бумага, это долг. Мы даем деньги в долг, определенную сумму, и нам обязуется вернуть эту сумму, плюс купонный доход. Кто выпускает облигации? Государство. Например, российское государство выпускает облигации федерального займа. И компании. Это корпоративные облигации. То есть, компании привлекают деньги для своего развития. То есть, можно дать в долг государству, можно конкретным компаниям. Номинал облигации. Это сумма, по которой размещается, а затем выкупается обратно облигация. То есть, номинал обычно у большинства корпоративных облигаций в России это тысяча рублей. Номинал, по которой размещается, то есть, привлекли тысячу рублей и в момент погашения облигаций вернут тоже тысячу рублей. А срок погашения облигаций, то есть, это период, который будет пользоваться вашими деньгами. Он бывает самый разный. Это может быть один год, пять лет, двадцать лет, а то и вообще бессрочно. Никогда не вернут. Ну, то есть, будут только выплачивать проценты. Проценты, которые мы получаем по облигации, называются купонным доходом. Я дам вам более подробное видео, где можно будет детальнее посмотреть про нюансы облигаций. Обязательно изучите это. Но больше нам важна будет практика. Поэтому я не буду очень глубоко, сейчас вот мы и так уже довольно долго работаем сегодня, не буду очень глубоко нырять. Но дам дополнительные материалы. Цена облигаций обычно указывается в процентах от номинала. Например, там 102% сейчас. То есть, облигации чуть дороже номинала продается. Бывают государственные, муниципальные, корпоративные. То есть, государственные, допустим, облигации федерального займа российского государства. Государство привлекает, министерство финансов для решения различных задач правительство привлекает деньги. Муниципальные, конкретный город или регион привлекают деньги для решения своих задач. И корпорации, то есть бизнесы, привлекают деньги в бизнес. Главное отличие облигаций от депозита – это купонный доход. Проблема депозита в том, наряду с тем, что по ним ставки низкие, вторая проблема, что если мы положили деньги на депозит на год и решаем через 3 месяца их забрать, то весь наш процент сгорит. Нам вернут только нашу базовую сумму и совсем микроскопический процент на текущий остаток, который не числяется. А вот с облигациями это не так. Идет накопление купонного дохода. Если мы через 3 месяца продаем, то мы получим примерно 1 четверть от того, что должны были получить за год. То есть мы без проблем в любой момент можем извлечь эти деньги и получить их назад плюс накопленный процент. В этом плане облигации гораздо интереснее, чем депозиты. Но в то же время облигации могут падать в цене в период кризиса. А правда они быстро восстанавливаются. Дополнительные материалы под этим видео, которые надо будет посмотреть. Про облигации, облигации против акций. Акции мы вскоре с вами разберем. И инвестиции в мусорные облигации. Посмотрите, чтобы глубже понять эту тему. Раз уж вы решили посвятить время, давайте разберемся в этих моментах. И сейчас я покажу вам уже более конкретно, как это работает. Теперь давайте возьмем брокерское приложение и в нем посмотрим, как выглядят облигации на самом деле. Как, что в них смотреть, на какую доходность можно рассчитывать и что нам вообще предлагают, по каким ценам. С этим обязательно надо разобраться, поскольку облигации на самом деле являются важным инструментом в арсенале инвестора. И вы должны понимать, как это работает. Вот открываем мой брокерский счет. Мы используем брокера Тинькофф. Вы можете смотреть любых других брокеров. Просто у Тинькофф наиболее удобно для начинающих. Это реализовано. Итак, захожу вот к «Что купить». И смотрите, здесь есть раздел. Так вот сейчас вернусь. Изначально он предлагает вот много всего. Вот захожу, что купить. И здесь можно видеть, можно купить валюту, акции, фонды. Мы это еще до этого дойдем. Сейчас поговорим про облигации. Вот открываем облигации. И вот он предлагает нам разного рода облигации. И вот мы видим ставки. Допустим, Республика Беларусь. Можно купить облигации примерно по 8% ставки. Можно АФК-система. Допустим, 7,5%. Облигации федерального займа государству можно дать под 7,17% годовых. Давайте посмотрим детали облигации. Как вы видите, они тоже имеют свойство колебаться в стоимости своей. И здесь заходим в раздел «Купоны». И вот мы можем посмотреть, как выплачиваются. Купоны выплачиваются здесь 2 раза в год. По ближайшему выплату 36 рублей. То есть при номинале в 1000 это получается около 7,2% годовых. Вернемся вот к деталям. Видим сейчас стоимость облигации 1,016. Тут можно посмотреть подетальнее. То есть текущая доходность на уровне 7,13%. Можно дать государству в долг. При этом ключевое отличие, вспоминаем, от банковского депозита. Даже давайте посмотрим интереснее. Сейчас посмотрим облигации самого Тинькова. Так, Тиньков, Тиньков, Тиньков. Вот облигации. Облигации Тинькова. Вот, например, Тиньков Банк. Выпуск 3. Облигации. Так, купоны смотрим. Можно сейчас получить доходность на уровне 8, текущая доходность на уровне 8% годовых. Давайте я сейчас ради интереса, то есть дать в долг банку. Теперь ради интереса я открою Тиньков мой банковский счет и посмотрим, что нам предлагает Тиньков, если дать в долг банку в форме депозита. Так, открываю. И вот посмотрим. Открыть вклад. Нам пишет доходность до 5%. Продолжаем. И смотрим. Так, ставка 4% годовых. На 24 месяца, на 2 года тоже 4% годовых. А на 3 месяца вообще 3% годовых. Вот смотрите, как это интересно работает. То есть, если вы как бы ничего не понимаете в финансах, то банк возьмет у вас деньги, как у чайника, положившего деньги на депозит, по 4%. А если вы чуть-чуть поумнее и вы зашли, положили деньги на брокерский счет и купили облигации банка Тиньков, то есть точно так же дали деньги в долг банку, то у вас доходность в 2 раза выше 8%. Ну, опять же, вы можете сказать, что 8% ну как-то скучно мало, но надо сравнивать с альтернативой, с банковским депозитом. Это разница в 2 раза. Видите, вот текущая доходность 8,09. И здесь надо посмотреть разные варианты того, что нам предлагается. Так, здесь есть корпоративные облигации, есть, причем, Республика Беларусь, она здесь идет как корпорации. Казахстан тоже как корпорация. РЖД можно дать в долг. Но это, причем это, видите, 3 звездочки, довольно высокий рейтинг надежности. Всегда есть риск того, что вам не вернут. А вот есть высокодоходные облигации. Можно дать каким-то малоизвестным компаниям по 13%, допустим, годовых. Пионер лизинг и так далее. То есть мелкие компании, менее крупные, менее надежные, но зато доходность заметно выше. То есть всегда риск, надежность две стороны одной медали. Идем дальше. Что еще интересного? Еврооблигации. Вот это очень интересно. А еврооблигации, например, например, Газпром. Газпрому сейчас, сейчас облигации просели. Можно дать, давайте посмотрим, в долг текущая доходность аж на уровне 6%, пишет нам Тинькофф. А здесь аж 8% показывает. Видимо у него тут где-то, где-то что-то не стыкуется. Давайте сейчас еще раз посмотрим. Стоимость. Но еврооблигации, видите, здесь Тинькофф предлагает заметно дороже. Полторы тысячи долларов она стоит. При этом они сейчас просели. Видимо за счет этой просадки выросла доходность. И текущую доходность нам Тинькофф показывает 6% в долларах. То есть можно еще и разместить в еврооблигациях. И вот смотрим. Но смотрим в целом. Можно крупным компаниям, допустим, Альфа-банку дать. В долг в долларах по 3%. Стоимость облигации тут на уровне 1000 долларов. Лукойлу можно по 3,36%. И мы видим, что если сравниваем депозиты с облигациями, то оказывается есть гораздо более интересный вариант инвестирования, если вы разбираетесь в этом. Ваша задача сейчас. Какое у вас будет задание в рамках облигаций? Изучите очень детально разные варианты облигаций. Я думаю, что еврооблигации мы не трогаем, поскольку все-таки это большие суммы сейчас. Наша у нас задача образовательная. Пока обучиться разобраться. Можно посмотреть облигации федерального займа. Обязательно посмотрите. Что мы видим? Российскому государству сейчас можно дать в долг под 7% годовых. Опять же, вспоминаем, что в Сбербанк вы положите по 3,5% годовых. То есть в 2 раза больше. Это очень большая разница. Корпоративные облигации. Изучите, пожалуйста, разные варианты облигаций. И ваша задача купить какую-нибудь одну облигацию. Сейчас не будем себе усложнять жизнь. Можно 2-3 облигации взять и посмотреть. Пусть они у вас будут в портфеле. Посмотрите, как это работает. Как и когда вам будет приходить купонный доход. Как он будет выплачиваться вам на брокерский счет. Как это будет отражаться в брокерских отчетах. И покупка делается относительно легко. То есть мы заходим, нажимаем кнопку купить. Нажимаем, выбираем количество лотов. Допустим, один лот. И вот мы видим, почем мы ее купим. Сколько будет накопленный купонный доход, который пойдет текущему владельцу облигации. То есть вспоминаем, что ключевое отличие облигации от депозитов. Это, что облигацию можно в любой момент продать и не потерять деньги. То есть когда мы положим деньги на депозит, они пролежат там. Если они не пролежат срок депозита, допустим, вы на год положили. Вы решили их извлечь раньше. То вы потеряете все деньги. Если вы здесь продаете облигацию через, допустим, два с половиной месяца. То у вас накопленный купонный доход вам выплачивает покупатель вашей облигации. Можно посмотреть это все. Ваше задание сейчас купить. Одну, две, три облигации. Выберите, почитайте, посмотрите цифры. Сравните в ваш инвестиционный портфель. Это будет наш первый инструмент, который мы начнем осваивать. Вперед, удачи в реализации этого задания. Давайте разберемся, как устроен фондовый рынок для инвестора. Я только что показал вам, как работать с облигациями. Как это происходит технически через приложение. Но для того, чтобы было понимание. Мы будем рассматривать в упрощенном виде. Можно усложнить все это, но я думаю, что пока вам это будет избыточно. Итак, есть инвесторы. В данном случае инвестор в виде вас или меня. Напрямую работать на бирже, покупать ценные бумаги мы не можем. Мы можем это делать через специальных профессиональных игроков фондового рынка. Их называют брокеры. Это юридические лица, у которых есть лицензии на оказание, на реализацию брокерской деятельности. На предложение доступа для частных лиц, юридических лиц на фондовый рынок. То есть мы открываем счет у брокера, в данном случае Тинькофф. И через него уже получаем возможность покупать акции, облигации, фонды, валюты. Ну и другие инструменты, которые доступны на бирже. С другой стороны, на биржу приходят имитенты, которые привлекают таким образом деньги в свой бизнес. Либо в виде займов, облигаций, либо продавая часть своего бизнеса на бирже в виде акций. Но про акции мы с вами еще поговорим. Есть еще депозитарий. Это отдельное юридическое лицо, которое ведет учет, кому сколько принадлежит бумаг. То есть ведет учет, контроль. Есть еще дополнительные организации. Но мы не будем усложнять сейчас жизнь. Просто вот для понимания того, как это работает, я думаю, этого пока достаточно. И далее, что мы должны понимать? Что нам для того, чтобы работать на бирже, нужно будет открыть брокерский счет. Я про это вам уже говорил. То есть счет, через который вы будете получать доступ к разным активам на бирже. Поэтому сделайте это, если еще не сделали. Удобнее всего это будет начать сделать через брокера Тинькофф. Поскольку там наиболее дружелюбный интерфейс, наиболее удобный сервис. Он не самый дешевый, сразу скажу. То есть есть, можно найти чуть дешевле. Но для нас это не принципиально. То есть будете ли вы платить с одной транзакцией 0,3% или 0,2% для наших учебных целей никакого значения не имеет. Это может иметь значение, если вы соберетесь заниматься активной торговлей десятки операций в день на большие суммы. Тогда да. Но сейчас ситуация не такая. Тем более тарифы всегда можно менять. Сейчас возьмите самый дешевый бесплатный тариф без абонентской платы. Чтобы вам ничего дополнительно не надо было платить. В Тинькофф еще скорее всего вам необходимо будет открыть текущий счет с карточкой. Тоже открывайте такой счет, чтобы там не было абонентских плат. Ну, либо минимальные. Но в большинстве случаев там можно отменить вообще абонентскую плату. И дальше вы заводите деньги на свой банковский счет. Из банковского счета пополняете счет брокерский. То есть на брокерском счету там есть прям кнопка пополнить. Нажимаете ее и со своего карточного банковского счета переводите деньги на брокерский счет. Освойте эту процедуру. Здесь нет ничего сложного. Если что, довольно дружелюбный интерфейс в Тинькоффе. Там все описано как что в других брокерах. По-разному бывает. Где-то тоже все понятно просто. Где-то через одно место сделано. Но в целом, я думаю, вы разберетесь. Если что, поспрашивайте советы в комментариях у ваших коллег. Либо просто позвоните в поддержку. Брокер вам с этой задачей обязательно помогут. Для тех, кто живет в СНГ. Я не знаю ситуацию в каждом государстве отдельно. Но в большинстве стран работает брокер Freedom Finance. Сможете попробовать сделать, реализовать это через него. Ну что же, друзья. Мне осталось подрезюмировать наше задание. Первое. Внедряем у себя правило. Сначала заплати себе. Минимум 10%. Второе. Начинаем вести учет денег. Выбираем какую-то программку, в которой это делаем. И пишем обязательно, что это. Третье. Если вы еще не сделали этого, откройте брокерский счет. Для удобства лучше использовать Тинькофф. Можно любой другой. Ссылку я вам дам. Для граждан СНГ универсальный брокер, который работает в большинстве стран СНГ. Это Freedom Finance. В Казахстане, на Украине, в некоторых других странах. Например, на что можно попробовать обратить внимание. Валютная диверсификация. Делаем хотя бы минимальную диверсификацию. Тестовую. В идеале делаем это через биржу. Смотрим урок, посвященный тому, как купить доллары дешевле через биржу. Ссылка будет под этим видео. Покупаем одну-три облигации. Одну-две-три облигации. Выберите сами. С этим надо поработать. Посмотреть. Набрать насмотренность. Уверенность и быть спокойными. И смотрим, изучаем дополнительные материалы. И обязательно пишем отчет по итогам первого дня. То есть, когда завтра вы соберетесь смотреть видео, прежде чем посмотреть видео, пишем отчет, как вы выполнили данные задания. Я их еще продублирую в описании, в комментариях под этим видео. И там же будут ссылки на дополнительные материалы. Ну что же. Вперед. Удачи. Делаем задание. И жду вас завтра в следующем дне. Поехали.